Здорово, ребята! Так, ну что я вам могу рассказать? Под последним роликом я, скажем так, устроила голосование. За кого мы будем выживать? Будем продолжать за Уиллоу или выберем нового персонажа? Ну, лагерь разделился, скажем так, на две части. Кто-то голосовал за нового, кто-то голосовал за Уиллоу. Я решила пока оставить мир Уиллоу и посмотреть новых интересных персонажей. Сейчас мы играем за персонажа, как ее, Уолрэй, как-то вот так у нее такое интересное имя. Это лисичка у нас, она очень хорошо переносит темноту. У нее есть, как я понимаю, old stuff. Смотрите, то есть это, наверное, у нас играет роль лампочки. И тем более, как вы видите, он бесконечный. В общем, решила я остановиться на этой арктической лисичке, просто потому что, ну, во-первых, действительно интересно посмотреть. К сожалению, для Шипректа, это я для всех объясняю, кто мне часто пишет, а, что ты не выбрал другого персонажа, я тебе кого-то советовал. К сожалению, не все доступны в Шипректе. Очень много есть классных персонажей, которые доступны для Рейн оф Джайанс, для оригинальной версии, но для Шипректа они просто недоступны. Ну, там, допустим, разработчики того или иного мода пишут, вот, вы не переживайте, мы сделаем обязательно. Поэтому пока подождем, возможно, действительно скоро появятся еще какие-то интересные персонажи. Там, по-моему, даже можно играть за этих гигантов из Рейн оф Джайанс. Я бы с удовольствием за кого-то поиграла. Ну, пока будем довольствоваться малым. И поэтому посмотрим нового персонажа, посмотрим, сколько она у нас сможет прожить. Потому что у нее, вроде, из всех показателей у нее были самые-таки нормальные показатели. Ну, и она наиболее приспособленная к жизни, скажем так, была. Поэтому, думаю, поиграем за нее, повыживаем. Попробуем именно повыживать. Потому что мне очень жалко Уилсона. Действительно, такая глупая была у него смерть. Не хочется, чтобы она повторилась. Я думаю, что мы, конечно, сейчас смотреть все подряд не будем. То есть, до момента стройки, поиска ресурсов. Я буду периодически включать, выключать, чтобы вам просто не было скучно смотреть эту всю беготню. Ну, и попробуем, посмотрим, что это за персонаж. Заодно и попутешествуем, посмотрим, что у нас за карта. Потому что, к сожалению, карты здесь не сохраняются. То есть, если вы умерли, то все. Вы создаете новую всегда карту. Ну, ничего страшного. Посмотрим, что нам эта карта приготовила. Потому что мы еще много чего здесь не видели. Ну, а пока продолжим собирать наши ресурсы. Наступила у нас уже ночь. И, судя по показателям, я вот пока здесь бегала. У нас больше всего, скажем так, страдает наша еда. А так как вы видите, что мы играем за кошечку, скажем так... Ой, как-то... Как-то будет мне тут неуютно бегать. Так вот, так как мы бегаем и играем за кошку... Слушай, может, все-таки лагерь сделаем. Хотя у нас тут ночь не длинная. Есть она у нас, может, к сожалению, только мясо. Насчет блюдечка я еще не уверена. Хотя точно надо сделать... Нет, кострище я делать не хочу. Я сделаю обычный костер. И проверим как раз на блюдечках. Она не хочет кушать у нас ягоды. Не хочет кушать у нас семена. О, ну хоть блюдечки кушает. Я так понимаю, что кокоса она тоже у нас есть не будет. Она может есть мясо. Причем неважно, мясо монстра приготовленное. Но от него, по-моему, у нее не падает рассудок. Давайте сейчас-то проверим. Так. Вот, видите? Ничего не происходит с рассудком. То есть она у нас начинает играть вместе с вот этим светящимся посохом. О, у нас уже день как раз. И вместе с пятью кусочками мяса. Ну, как видите, игрушка у нас будет немножко сложнее, чем с тем же Уилсоном. Потому что мяса тут не так много. Ну, ничего, что поделаешь, повыживаем. Все равно. Мы любим трудные пути. Заодно и посмотрим, как выживать с более сложным персонажем. Прости, пожалуйста. У тебя сломался мачете. Руби, пожалуйста. У нас, кстати, этот остров, смотрите, очень... Сейчас порубим. Ну, тут, с другой стороны, можно змей искать. Смотрите, у нас остров такой немаленький, как видите. Можно его еще побегать, поисследовать. И потом уже отправимся искать свой личный дом. Где мы будем с вами жить. Заодно поплаваем, посмотрим, что это у нас за карта сгенерировать. Ну, подбирай. А, это зеленый гриб. Пардон. Я додумала, что это у нас почему-то здесь ракушки. Так, я уже слышу смею. Вот, смотрите, она сейчас... Ага, у нас хоть есть куда складывать? По-моему, здесь змея было, да? Причем, по-моему, красное. Красное у нас... О! Ой-ой-ой, бежит. А, у тебя кожа выпала? А, куда же мне мясо-то взять? Ой-ой-ой-ой-ой! Бей-бей-бей-бей-бей. Бежишь. Так, кожу забирай. Слушай, что? Ну, кокосы, наверное, выбросим. Ты их все равно есть не будешь. Посади здесь пальмы. Потому что мясо нам... Мясо у нас тут на вес золота. Лазу берем и это. Сейчас все побегаем и построим, наконец-то, плод. И уплывем отсюда. У нас уже настал очередной вечер. Я все еще нахожусь на нашем острове. Подобывала немножко ресурсов. И что я вам могу рассказать? В общем, действительно, у нашего персонажа больше всего страдает еда. Но мы спокойно можем поубивать змей. Вон, видите, одна к нам уже собралась в гости. Мы можем поубивать змей, получить с них мясо монстра. И будем в полном порядке. Что я вам еще могу сказать? Я... Давайте... Ого! Смотрите, сколько тут... Так. Оп! Ой-ой-ой! Уходи! Так, надо забрать будет сейчас. Уходи! О! Уходим. Уходим. Смотрите, хорошая тактика. Оп! Так, отлично. Так вот, сейчас мы убьем этих засранцев. Я вам расскажу, что я хотела рассказать. Пока у нас сейчас будет ночь, я вам расскажу, какие у меня стоят моды. Потому что ребята постоянно спрашивают. Хотя мне казалось, я уже рассказывала. Ну, неважно. Так, давай поставим маленький костер. Станем тут уютненько. И я вам расскажу. В общем, во-первых, у меня стоит мод на мини-карту. Как вы видели. Ну, скажем так, довольно удобный мод. Работает, по-моему, для всех дополнений. Но мне главное, чтобы он работал с шипректом. Также у меня стоит мод на показатели. Я еще поставила мод, мне посоветовали ребята, на сборку ресурсов. То есть, не на сборку ресурсов, а на количество ресурсов, которые у нас в стаке находятся. Вы же помните, обычно, по-моему, там дерево 20 стаков, дрова, по-моему, 40 стаков. Ну, вот видите, у нас сейчас целый 41. В принципе, да, я понимаю, что это немножко читерский, но, с другой стороны, так удобнее, потому что, когда у вас забит инвентарь, я не хочу ставить мод, который, по-моему, увеличивает до раза количество ячеек. Ну, это, по-моему, уже совсем читерство. Также у меня стоит модно-быстрый сбор ресурсов, к сожалению, к сожалению, я не помню, как он называется. Я вам просто советую, берете, заходите в мастерскую стима, сортируете по популярным. Здравствуй, дерево. Сортируете по популярным и смотрите, какие вас интересуют моды. Если знаете английский, читайте название, и я думаю, там все будет понятно. Не знаете английский, смотрите по картинкам. Там все предельно понятно на этих картинках. Также мне посоветовали, я сама нашла этот мод. Вы его тоже, как бы, ну, увидите, поймете. Регенерация здоровья. То есть, как бы, он у нас более-менее такую реалистичность добавляет. Нам нужны цветы? Нет, у нас с рассудком все окей. Он добавляет реалистичность. Вот видите, у нас сейчас 72 здоровья, потому что у нас немножко змей покоцали. Если мы подождем немножко, здоровье начнет саморегенерироваться. Ну, допустим, как вы знаете, там кто-нибудь поранился, начинает заживать ранки. Ну, то есть, типа реализм. Ну что ж, я предлагаю соорудить, наконец-то, наш плот и отправляться в плавание, потому что тут, к сожалению, нет золотых слитков. Они нам нужны для стройки. Поэтому давайте создадим плотик. Где у нас плот? Бамбуковый плот. Поплыли. Залазим. И поехали. Посмотрим, в принципе, что у нас здесь есть интересненького. Наверное, будем собирать водоросли по дороге. Так как она у нас плотоядная, все равно, я думаю, она ест эти тевтельки. Тевтельки все едят. Мясо у нас есть хотя бы приготовленное. Плывем. Надо еще поглядывать на карту. О, смотрите-ка. А у нас здесь бутылка. Не хочешь изучить? У нас тут целый клад. И я бы сказала, что не очень далеко от нас находится. Давайте туда сплаваем. Так я... Хоть в этой серии найдем, что интересное нам может выпасть в этом кладе. По-моему, ребята писали, что даже может ничего не выпасть. То есть тут все дело случая. Что попадется, что не попадется. Заодно мы сейчас можем сплавать на тот остров. Посмотрим, может, там хоть золото есть. Вы видите, что у нас беда опять со золотыми слитками. Кстати, мне даже ребята в комментариях писали, что вы можете попасть на остров. Вот, допустим, вы появляетесь, а там нет ни одного кремния. И все. Ну вот и как вам построить сплод, если у вас даже одного нет, чтобы нарубить дерево элементарно? Поэтому надо, я так понимаю, что сразу внимательно осматривать место вашего появления. Если там ничего нет, просто забивайте. Создавайте лучше... Ой, господи, ты еще выплываешь. Я уже всех морских животных боюсь здесь. Кстати, это не то, что нам... Не то? Ну, давайте здесь пробежимся хотя бы, посмотрим, нет ли у нас здесь металла этих носных камней. Металлоносные камни. О! Слушайте, а мы, кстати, ни разу еще за всю игру не встречали здесь бифало. Я очень хотела посмотреть, как они вживую выглядят в этом мире, но нам как-то с вами не очень-то и везло. О, смотрите. А вот здесь у нас, наверное, повезет. И мы сможем с вами добыть металл. Так, разрушай эту штуку. Разрушай. Бросай. Что же нам делать? О, смотрите-ка. А, ну, чтобы добыть, нам же нужна лопата. А лопата у нас... Лопата на скрытом. Прекрасно. Где же все валуны? Как-то нам не везет с вами, ребята. Опять. Хотя, по-моему, в этой местности можно было найти вот эти валуны. Может, тут просто золотые слипки могут валяться? Давайте посмотрим. Пробежимся. Нет? Смотрите, тут есть... Ой, смотрите. Пустая бутылка и послание в бутылке. Давай выбрать все обычную. Ну, а что в этом послании? Ну-ка. Класс. Мы почти доплыли. Смотрите, так мы в этой серии... Это же две пустых. Пустая. Пустая. Мы в этой серии попытаемся два клада откопать. Здорово. Дабл клад. Слушай, а это... А может, это, кстати, и на этом острове? Давайте-ка пробежимся. А! О! А-о! Бутылочку, пожалуйста, выброси, дорогая моя. И вообще покушай. Слушай, а ты сырое можешь есть? Может. Чего мы парились-то? Пусть сырое кушает. А мы с вами пока можем сделать... Кстати, мы на этом острове можем сделать эту машину. Если у нас будет с вами машина, то мы хотя бы сможем базово сделать... Так, коконы. По-моему, она пауков любит убивать. Вот у нас еще есть золотые слитки. Так мы сейчас с вами добудем кучу золотых слитков, сделаем себе классную лодку. И сможем хотя бы быстрее передвигаться. А ну-ка, пошли клад твой найдем. Опять пауки. Ой, смотрите, это... А, это противные эти топи. Бегаем, бегаем, бегаем. Так, ну тут у нас, я смотрю... Острова, конечно, смотрите, кстати, появились... В этом варианте карты. Очень большие. Иди ты знаешь куда? Что, промокли? Слушайте, а что это за адовые звуки такие? Вижу. Выкинь, пожалуйста, нам это не нужно. Вижу. Чудесно. Слушайте, так мы сейчас с вами и рюкзак смастерим. Слушайте, а что это было за вытье такое? Даркнесс из камен. Я понимаю. Даркнесс. Какой-то тут очень... Проходи. Какой-то тут даркнесс, очень даркнесс. Давай встанем возле места с сокровищами. Где оно? А, вот оно. Здесь сейчас сделаем костерок. Порубим немножко деревья и выкопаем наш клад. У нас уже ночь наступила, пока мы здесь с вами что-то делали. Ну что, вы готовы вырыть? Так, отходим аккуратненько. Блон, ты куда же ты пошла? Ребята, вот это клад! Слушайте, вы посмотрите. Золотая лопата, золотые дублоны. Кости. Ну, Костя, я не буду выбрасывать. Слушай, наверное, выброси пока... Хотя я воноросли тоже не хочу выбрасывать. Доски выбросим, новое сделаем. Слушайте, какой класс. Выкопаем деревья. Слушайте, вот это у нас попался классный... Просто обалденный склад. Склад, господи, о чем я говорю только? Обалденный клад. Посмотрите, получается все золотые предметы. Жесть. Так, ну что, я предлагаю разрушить нашу машину. Я не хочу ее здесь оставлять. Она нам еще понадобится. Предлагаю отправиться за следующим кладом. Я бы заодно, конечно, хотела... Так, а где наш топор? Вот наш топор. Я бы еще хотела, конечно, дерево насобирать. Здесь тут змея у нас не упадет же. А, это банан. Я уже бананов боюсь. Так. Пока я не хочу тратить золотые наши ресурсы, потому что просто жалко элементарно. А, смотреть мы можем. Ладно. А, это, по-моему, уже эти воют. Вредные. Болван, сам ты болван. Так. Я хоть кофе успею тут попить? Собирай. Как хорошо, что теперь у нас можно съесть яйцо. Яйцо у тебя тоже... Вот, кстати, смотрите. Получается, наш персонаж может есть яйца сырые. Может есть сырое вот это мясо. Кстати, надо было, знаете, что сделать? Броню, наверное. Из ракушек. А что нам, кстати, для нее нужно? Пешок с песком, стена из травы. А, мы пока не знаем, что нам нужно. У нас должен быть пункт боя. Ой, вы посмотрите, сколько тут ресов. Ой, как говорит, жадность погубит. I can't take anymore. Я понимаю, что ты не можешь. Нам бы сейчас еще классную лодку сделать. Надо сейчас аккуратненько через вот эти топи пройти. Вот видите? О, смотрите. Подождите, а мэр мы же не нападали. Почему он здесь зеленый? Стоп. Ребята, это вранье какое-то. Это же эти мэрлы. Они же не должны нападать. Вот вики написали, что они не нападают. Видите, ребята? Вот вам наши вики. А где, кстати? Ладно, возьмем эту кирку. Посмотрите, классная, крутая кирка у нас теперь. О, смотрите, а что это? Что это? Спасательный жилет. А он вообще... А что он делает? Пустая. Слушайте, это не остров. Это какие-то остров сокровища, я бы вам сказала. Но классная карта. Так. Слушай, а что нам нужно для грибной лодки? Набор. Тростниковый парус. Может нам действительно сделать грибную лодку? А к ней тростниковый парус. Я просто не хочу прямо сейчас убегать с этого острова. Я бы хотела еще его немножко полутать. Хотя бы еще немножко золота, потому что... Ну... Вы же видите, золото это тема. Аккуратно. Так, золото раз. Аккуратно. Иди к камню это тема. Так, рой. Аккуратно. Ходи. Так, ну тут у нас ничего нету. Ты пособирай, пожалуйста, у нас камушки. Ну, смотрите, я сейчас полутаю остров и сделаем... Я думаю, мы опять-таки здесь переждем его. Здесь переждем ночь и поплывем за нашим новым кладом. Пока у нас ночь, я решила заняться строительством. Так, что нам нужно в первую очередь? Нам нужно с вами сделать нормальную броню. А это у нас броня из ракушек. Так, есть. Одень ее, пожалуйста. Ракушки, наверное, пока выбросим. Кстати, как у тебя там с едой? У тебя надо будет сейчас еще пойти попитаться. Предлагаю нам сейчас сделать лодочку хорошую. Грузовая лодка. Бронированная. Бронированную мы не сделаем. Зато шесть. Шесть бровен у нас будет. Шесть, четыре, два. О, у нас как раз можно сделать бревна. Доски делаем. Раз, два. Четыре. Пять. Шесть. Бросить. Значит, у нас есть шесть досок. Сколько там нужно веревок? Грузовая. Значит, три веревки. Один. Два. Три. Отлично. Бросай. Оставь-ка ты пока жилет. Собирай пока доски. Собираем доски. Наверное, выброси еще этот рубин пока. Я надеюсь, у нас эти противные рыбы не заберут его. Нет, выброси, пожалуйста. Ну и что ты можешь взять? Отлично. Сделали. И ставим-ка мы ее сюда. Да. О, смотрите, мангровое дерево. И я бы хотела, конечно, сделать у нас парус. Тростниковый парус. Смотрите, прекрасно. Берем парус. Так, а ну-ка в лодочку сядь, пожалуйста, дорогая моя. Ставь. Слушай, а ты сюда не можешь свой этот факел поставить? А где наш факел? Нет, к сожалению. Ладно, у нас уже есть с вами лодка. Значит, сейчас я пособираю немножко ресурсов, которые нам нужны. И мы отправимся с вами в путь. Слушайте, а почему мне веревка не понадобилась? Почему мне не понадобилась веревка? Объясните мне, пожалуйста. Хм, интересно. Ладно, но все равно нам сейчас некуда мне ее брать. Окей, пособираем ресурсы и поплывем. Ну, кстати, друзья, пока я бегала и лутала здесь по острову, я нашла на вот этом зеленом пятачке Мандрагору. Поэтому, ребят, если видите вот такие зеленые травянистые места, я вам однозначно рекомендую к ним заглядывать, потому что вы можете найти Мандрагору, а Мандрагора у нас восстанавливает здоровье. Слушайте, что у нас здесь? Посмотрите на эти острова. Посмотрите на величину этих островов. Я, наверное, его еще полутаю, потому что тут можно ресурсов просто бесконечное количество найти. Ну, не бесконечное, но... Слушай, возьми яйцо, съешь его. Но тут с ресурсами все окей. Плюс я змей могу поубивать, что даст нам неплохое количество мяса. Полутаем тогда, переждем и поплывем, потому что я очень хочу второй клад открыть. Смотреть, что у нас там получилось. Поэтому пока еще пособираем, побегаем. Так-так-так, что это у нас? У нас уже ночь подошла к концу. Пора плыть за вторым нашим кладом. Чего ждать? Так, тут бифла тоже нет, я так понимаю. Ну ладно. Смотрите, а мы быстро... Быстро плывем. Классный перс. Знаете, она мне очень нравится. Такая гордая, классная. Поплыли, подруга. Собирай водоросли по пути. Будем тебе тефтельки делать. Слушайте, может надо было... Нападать на обезьяных, там целые стаи. Надо посмотреть, куда нам нужно. Значит... Ой, нам нужно просто, грубо говоря, вниз. Хорошо. Сделаем покрупнее. Зумним нашу карту, что если мы вдруг увидим... Если мы вдруг увидим еще бутылку, ну, три клада за раз как-то многовато, вам не кажется? Мне кажется, два клада за одну серию это уже здорово. Так, оплывай. Значит, нам нужно просто прямо. Ну, поплыли. О! Все, приплыли? Приплыли. Так, собрать надо немножко хотя бы еще этих веток, потому что у нас с ветками тоже не очень-то хорошо. У тебя ничего такой островок. Может, на этом острове мы будем жить? И где наш клад? Чуть-чуть наверх нам нужно. А вот и он. Ну что, в предвкушении открытия. Что бы там ни было. Тихо! Наш мачете. Нашу тактику. Отходим. Бьем. Отходим. О! Смотрите, два кусочка мяса. Слушай, выброси, наверное, сделай хотя бы маленький костер. Слушай, ты... О! Зараза какая! Да поставь же ты костер где-нибудь. Слушайте, будем, наверное, ловить крабов. Потому что эти маленькие заразы у нас все будут съедать. Зараза какая! Ну и что в нашем сундуке? Ну, знаете, неплохие довольно ресурсы. Подождите-ка. Я хочу вообще посмотреть, что у нас тут есть. Кто у нас тут? У нас тут свинья живет. У нас тут есть ящик. Обычный ящик и бутылка. Хорошо. Слушайте, а может быть, действительно нам на этом острове и поселиться? У нас тут уже есть готовый сундук. Что у нас вообще на этом? О! У нас тут еще есть свиньи. Но, насколько я знаю, в полнолуние эти свиньи у нас будут безумить. Становятся совсем обезбашенными. Блин, тут столько классных ресурсов. Мне уже просто некуда их класть. Так, а ну забери, пожалуйста, блюдечки. Я бы пошла их сейчас приготовила. Где наш костерок? Ешь. Отлично. Пополнили немножко себе здоровье. Знаете, неплохой-то остров. В принципе. Ну, как видите, тут у нас нет зеленой части. То есть он сугубо... Сугубо песчаный. Но тут я вижу много блюдечек есть. Да, тут только песок. В принципе, с другой стороны, здесь нет ничего плохого. Ну, песчаный, что-то такого. Мы же можем сюда принести ресурсы. Ой, слушайте, сколько тут ресурсов. Тут много, кстати, живет крабиков. Тут есть улей, с которыми мы сможем добыть мед. Может, действительно, смотрите, тут много камней. Слушайте, неплохой-то остров. Мы сюда просто землю принесем. Хорошо, смотрим, где бы нам поселиться. Наверное, вот здесь у нас тоже вода. Наверное, где у нас сундук? Вот чуть ниже сундука есть смысл как раз и жить. Заодно сейчас блюдечки пособираем. А вон наш первый костер. Смотрите, здесь и песка много, всего много. Ну что, попробуем здесь поселиться. Складываем тогда все наши добытые ресурсы. Давай-ка мы пока сюда все ценное сложим. И пойдем заберем Это тоже пойдет сюда. Кости. Ой, у нас только уже костей этих. Пойдем заберем блюдечки. Пойдем заберем тут все валяющиеся ресурсы. В принципе, две свиньи. Я не думаю, что это прям уж так страшно. Тем более, рядом с ними повышается рассудок, насколько я знаю. Ну, а одно-два полнолуния. Ну, ничего страшного, переживем. Мы себя в обиду не дадим. Тем более, у нас барышня смелая. В броне вся такая. Здесь у нас ничего не было. Вот у нас еще ресурсы. Просто, конечно, хотелось бы жить на каком-нибудь большом острове. Но, конечно, и этот неплох. Я не знаю, ребята. В принципе, мы можем сейчас и туда переехать. потом просто перенести все наши ресурсы. И здесь остаться. Мне наш первый остров, в принципе, понравился. Там есть и зелень, и есть, кстати, что немаловажно, там есть змеи. Так, забирай ресурсы. Поэтому, в принципе, можем сейчас вернуться на тот наш остров. Здесь у нас ничего не валялось. Нет, здесь я ничего не вижу. Перенесем туда наши вещи. И в центре острова, я думаю, что мы как раз сможем с вами поселиться. Собирай. Как раз мы сейчас туда сплаваем и сможем разместить хотя бы один сундук. Там, кстати, по-моему, тоже остались какие-то деревяшки. Слушайте, тут столько блюдечек. Забираем. Ну что, поплыли туда? Вот наша лодочка. Мы, кстати, успеем с вами доплыть до ночи. По-моему, там, кстати, не было этих свиней. Поэтому у нас и с ними проблем не будет. В принципе, здесь, как вы видите, оба острова находятся рядом. Тут даже не надо пересекать океан. Глубокую часть. Давай выходим. Смотрим. Давайте мы поселимся вот в этой части. Побежали. Побежали. Тут у нас, видите, только трава. Парапальм. Мне нравится песчаная местность. Ну вот, я предлагаю вам здесь мы можем и разместиться. Вот, видите, мы практически находимся в центре. Кто-то там ходил. Оказалось. Ну что, поставь здесь большой костер. Все равно мы его уже приготовили. Прекрасно. Я думаю, что мы хорошее место нашли. Смотрите. Ну, практически в центре. Наверное, нужно только немножко дерево подбросить. Заодно сейчас сюда все наши ресурсы переместим. Так, доски-то у нас есть. Может, мы пока поставим нашу научную машину? А, мы сейчас научную машину не поставим, понятное дело. У нас же с вами все золото там осталось. Надо будет сейчас за ним сплавать. Приготовим пока покушать. Просто, конечно, понимаете, в чем плюс этого острова? Здесь у нас есть, во-первых, змей, во-первых, змей-блюдечки вот тут рядом. Плюс. Плюс-плюс. Тут у нас нет обезьян. Потому что обезьяны, честно говоря, очень надоедают. То есть сюда нам не нужно тащить лишние ресурсы. Нам нельзя, не нужно по этому поводу вообще париться. То есть, в принципе, я думаю, сейчас посмотрим, куда вода подходит. Я думаю, что до нашей, до нашего костра она не доберется. И вот у нас уже будет зачатки лагеря. Начальная постройка. Сейчас сбегаем. А давайте, к чему мы будем стоять? У нас же есть, понятно, только Даша взяла посох, у нас уже день начался. Нам золотая не нужна. Где наша лодочка? А, вот наша лодочка. Вот видите, то есть, в принципе, если сейчас подходит, да, потом у нас вода будет подходить все ближе к лагерю. Но, я думаю, что мы с этим быстро справимся. Нам вода не особо будет мешать. Так, а давайте-ка поплывем с этой стороны. Посмотрим, что здесь у нас есть интересного. Посмотрите, плод. Нет, не надо. Подождите, а что это? Это гарпун? Ружье, смотрите. И куда я его возьму? Брось пока. Слушайте, какой класс. Мы два ружья нашли. По-моему, гарпун писали, что это вообще классная тема. С помощью гарпуна можно гарпуна гарпуна. Можно убивать энтов. Хм. Я пока поем. Скушай. Так, а где мы тут сундук-то наш ставили? Вот наш сундук. Давайте заберем здесь пока золотые слитки. Оставим все остальное. За этим мы вернемся чуть позже. Поплыли. И сможем забрать и гарпун как раз. Слушайте, вот это класс. В этой серии мы, конечно, столько с вами понаходили всего интересного. И два клада нашли. И нашли место, где будем жить. Давай, вылазь. И такие классные острова открыли. Слушайте, это... Вот эта карта мне очень нравится. Вы, кстати, напишите в комментариях, как вам эта карта. Потому что я бы на ней действительно повыживала. Так, где наша научная машина? Давай-ка мы ее вот здесь поставим. И сразу сделаем сундуки. Раз. Еще один мы можем сделать? Чего не хватает? Два из трех. Хорошо. Давай-ка ты, дорогая моя, пока все это потрячешь. Бутылки. Бутылки, кстати, тоже нужны. Деревяшки. Ага, у нас уже даже травы 60 штук. Где-то мы возвращаем сюда. Слушайте, давай, пока я мандрагу... Нет, мандрагуру оставлять не буду на всякий случай. Траву я тоже оставлю. Я бы еще оставила, наверное, камни. Нам сейчас не нужны. И сбегаем за теми нашими ресурсами. Так, лодочка наша. Я бы и за гарпуном сплавала. Давайте гарпуны заберем сначала. Потому что оружие хорошее. По-моему, у них функции такие же, как у дротиков. Ну, вы их можете один раз использовать. Так, забери, пожалуйста, водоросли. Но, тем не менее... Так, и где мы их оставили? Карта? Ага, чуть-чуть, чуть-чуть мимо. Я понимаю, что оно мокрое, ну, что поделаешь. Выпрыгиваем. Побежали. Надо будет нам сейчас заняться и ловли крабов. И птичек будем ловить. Там же хватит места, чтобы это все унести. Правда, хватит? О, как раз, как раз мы забили все. Слушай, а как же, как насчет того, чтобы... Давай-ка мы сделаем с тобой сейчас побольше деревянных палок. Раз, два, три, еще сделай. Бросай. Разрушь, пожалуйста, сундук. Мы сейчас вот это все позабираем. Выброси палки. Да, выброси их, пожалуйста. А может, нам сейчас... Давайте мы сейчас нарубим немножко. И наш топор. Возьмем-ка мы небольшую пальму. Вот эту. Надо бы нам еще и свиные попки сделать. Свиные попки. Но вы же знаете, у нас тут агрессивные кабаны. А, пардон. Ладно, выброси, наверное, пока вот эти палки. Соберем эти, эти бревна. Пойдем за вот этими нашими бревнами. Подождите, а что тут одного бревна? А, четыре как раз. Сделаем еще доски. И заберем вот этот стак. Стак досок. Еще травки возьмем. А, нам некуда ее брать, точно. У нас же уже все захламлено. Поплыли. Значит, мы сейчас прям сможем сделать, сколько у нас еще там, по-моему, две доски. Значит, мы сейчас сможем как раз сделать четыре сундука. Один, кстати, из подписчиков посоветовал, ну, дал хорошую идею сделать как раз четыре сундука, раз у нас пока вообще с вами беда. Ну, мы не находили с вами механизмы. Значит, у нас один из сундуков будет играть роль... Так, тут еще нет, ничего. Один из сундуков будет играть роль холодильника. Поэтому выброси траву, я все время забываю, что у нас она есть. Поэтому мы сейчас создадим как раз четыре сундука. Сегодня у нас рядышком будет стоять. Забери-ка, пожалуйста, еще раз. Два. Строим. Нет, конструкции. Раз. Два. И три. Так, ну что, значит, в один сундук мы будем складывать наши ценности. Ну, например, все наше золото. А где наше золото? Золото сюда перенесем. Наверное, я сюда положу бутылки, что ли. Здесь у нас будет с вами ресурс храниться. Во втором мы будем складывать уже, скажем так, приготовленные из ресурсов веревки, материалы. Здесь у нас будут ресурсы. Здесь у нас будет, допустим, одежда. Нам как раз шкура нужна. Дротики можем сюда. У нас немножко проголодалась, я вижу. Кости сюда можем положить. Ну и пока, наверное, все остальное нам сейчас нужно. А где у нас будет еда, кстати? Ценности. Ну, давайте в ценностях будет и еда. Чушь там. Еда у нас действительно ценность. Ого-го, какая. Хорошо, друзья. Что это у нас такое? Гниль? Прекрасно. Так, надо нам немножко деревьев убануть. О, змеи вышли, смотрите. Может, на меня кто-то захочет напасть? Вы на меня напасть не хотите? Ку-ку. Собрали? А ну-ка, идите за мной. Отходи. Ой-ой-ой-ой. Ребята, у нас темно, как бы. Ну, это вот немножко. Где наш лагерь? Где наш лагерь? О, отлично. Выкопай, наверное, вот эту траву. Нам все равно сейчас не нужна. И подбрось. О, теперь я хоть что-то вижу. А ну-ка, приготовь у нас немножко мяса. Тут у нас совсем проголодалось. Надо будет сейчас пойти. Слушай, пойти поубивать их не можем. так как-то выманить. Мы их вообще выманить сможем? Ну, здрасте. Ну, я тут вам бегаю, развлекаю вас. Может, вы нападете на меня, нет? Не хотите? Смотрите. Так же интересно. О! А ну, давай, покромсай. Ну, кромсай же. О! Хоть мясо монстра будет. Иди сюда. О! Еще змейная кожа. Слушайте, так мы сейчас с вами тут и классно разживемся и поохотимся. Тут, по-моему, была змея, нет? Нет? Не было. Ошибочка. Надо пособирать у нас гриль, с помощью которого мы сможем удобрять. Так, о, здесь есть змея. Тут у нас она желтая. Правда, нам она не страшна. О, три удара и у нас есть уже еще мясо. То есть с голоду мы уже сами тут не умрем. Так, эту гниль мы тоже заберем. Гниль у нас будет храниться вот в этом сундуке. Да, давайте в ценностях мы будем у нас храниться. Приготовим остатки мяса. То, что мы только что налутали. Надо спрятать нашу кожу. А где у нас кожа была? Вот сюда у нас идет наша кожа. Отлично, ребята, хорошо. Я надеюсь, что вам нравится этот мир, нравится этот персонаж, потому что мне он очень нравится. И я бы еще за него повыживала. Если вам понравился этот новый, новое-новое наше выживание, ставьте лайки и пишите в комментариях, если вам действительно он понравится, то мы еще поиграем за этого перса. Мне интересно, сколько она сможет прожить в этом мире. Ну все, а я с вами прощаюсь. Удачной вам недели, добра, позитива, настраиваемся на хорошее, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok